У каждого свои причины, чтобы соревноваться. Кто-то доказывает другим, что он лучше, сильнее, выносливее их. Кто-то просто выставляет маркеры своих возможностей, чтобы в будущем выйти за их пределы. Кто-то никому ничего не доказывает. Ему достаточно быть примером для своих детей. Ему достаточно того, что те, кого он растит, впитывают в себя упорство, желание двигаться вперед и силу. Силу не только физическую, но и силу духа. Стержень. Его нужно закалять с детства. И по сути, не важно, дочь растишь ты или сына. Важно, что когда жизнь ударит больно, человек выстоит. Выстоит благодаря твоему примеру, твоему воспитанию. Ты не имеешь права быть слабым, если на тебя смотрят глаза твоего ребенка. Ты не имеешь права подавать плохой пример, если взял на себя ответственность за то, кем он вырастет, глядя на тебя. Все, что происходит с нами в жизни, следствие наших же действий. И не окружение определяет твою суть, а направление задаешь ты сам. Просто смени круг общения, если те, кто окружают тебя, не хотят понимать того, что для тебя на первом месте стоят прежде всего интересы твоих детей. Для твоих детей очень важно, чтобы ты оставался здоровым, молодым и сильным. Чтобы энергия, которая от тебя исходит, заряжала их, давая силы на преодоление препятствий, которые обязательно возникнут на их пути. Не важно, в каком виде спорта ты соревнуешься и показываешь результаты. Важно, что когда ты ставишь перед собой задачи и решаешь их, ты постоянно находишься в тонусе. И ты готов дать ответку и ситуациям, и людям. Ты сам создаешь события, ты не ждешь их снимок. Твой самый большой праздник – это не столько собственные достижения, сколько достижения твоих воспитанников, твоих детей. Ведь именно в них будет твое продолжение, в твоих детях, в детях твоих детей. Можно жить, чтобы мериться домами, машинами, письюнами, а можно жить ради кого-то. Важно уметь объяснять ребенку, почему он вместо игрушек или киношки в свое законное свободное время должен ехать в спортзал. Во имя чего он должен ехать и физически работать над собой, в то время как их сверстники развлекают себя каким-то досугом. Важно, чтобы между вами было понимание. А понимание будет только тогда, когда ты не просто даешь какие-то задания, обосновывая волшебным словом «надо», а на собственном примере показываешь, как должно быть. Соревнуйся. Побеждай. Пусть в медалях, которые выигрываешь ты, которые выигрывают твои дети, сохранится частичка той большой силы, которая называется любовью. Эти медали всегда будут напоминать им о тебе, даже если тебя не будет рядом. Дай Бог здоровья тебе и твоей семье. Дай Бог вам сил, побед и долгие лета. Ну что могу сказать? Турнир в целом почти все получилось. Почти. Даша с Никитой все три попытки пожали удачно. Что наметили, сделали. Даша первая попытка 27,5, вторая попытка 30 и третья попытка 32,5 килограмма. Никита у нас, пожалуй, 30, 35 и 37,5 килограмм. Я, к сожалению, сегодня, пожалуй, неудачно во всех трех попытках. Но, собственно, меня это не особо расстроило. Главное, что мои воспитанники, мои подопечные задачу минимум, задачу максимум выполнили. Ну, а я на следующих соревнованиях обязательно исправлюсь. Да, ребят?